Ведь на этой неделе стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил взыскать с ФРГ в качестве репарации порядка 4 триллионов долларов. Просто умный человек. Имелось в виду следующее, что во время войны Советский Союз, Второй мировой войны, Великой Отечественной, Советский Союз понес серьезные утраты, имеется в виду не только человеческие, а вообще разрушения. — Города, деревни, поля, конечно. — 627 миллиардов рублей, оценивалось на, по-моему, Поздамской конференции, это цифра. Учитывая, что тогда не было равновесного какого-то курса по отношению к доллару, все равно это очень большие деньги. И по итогам войны Советский Союз имел право с территории ГДР вывести технологии, заводы и так далее. То есть многие, например, «Москвич-403» — это «Опель-кадет», фотоаппараты, которые у нас изготавливались, это «Цейсовские» цеха там делали, ну и так далее. Однако Михаил Дегтярев пошел дальше, он говорит, да, из ГДР там и вывозили, и в течение 10 лет это происходило. Но ничего с ФРГ мы не взыскали. Оттуда забирали все американцы. — Ну правильно, да. Просто я думаю, уже за временем это невозможно. Но такое дело возбудить надо, потому что оно может стать шумным. И тогда хотя бы в Европе узнают, что вообще-то самые большие потери были у Советского Союза. Если бы не Советский Союз, Германия бы еще чмырила долго все эти народы. И как я говорю, и повторять буду всегда, Америка открыла фронт против Советского Союза, а не против Германии. Чтобы Советский Союз не занял Европу. И вот как можно чаще надо доносить любыми, даже спекуляционными методами, правду до европейцев сегодня.